Всем привет! Сегодня мы с вами прогуляемся по центру Барселоны. Вот с неожиданно такого ракурса, откуда обычно я свои прогулки не начинаю. Мы с вами видели Римскую стену. Вот она. Неоднократно. И я её показывала во многих своих видео, коротких и длинных. Вот этот ракурс, давайте мы, можно сказать, с такого заброшенно-таинственного угла. Хотя, смотрите, там вот площадка есть прогулочная для жителей этого квартала. Вот римские стены. Вот там боковая часть. Видите, вот эти белые такие блоки. Это боковая часть дома. И когда-то к нему примыкал ещё дом, просто его теперь нет. И вместо него вот детская площадка, прогулочная площадка. А боковина дома так и осталась. И вот она, как говорится, плавно перетекает в римские древние стены. А как отличить римские это стены или средневековые? Такие крупные блоки. Вот. Это как раз римская кладка. А если вы подниметесь взглядом повыше, вы увидите более мелкие кирпичи. Это уже надстройки позднейших времён. Ну, начиная от позднеримских и заканчивая средневековыми. И таким образом совсем старые постройки вписывались. Новые дома. Люди, живущие на этих улицах, строили новые дома взамен старых, развалившихся от времени или сгоревших при пожарах. Так что эти улицы видоизменялись с течением времени. Это несомненно. Тут у них ещё с вечера, видите, освещение на улице не потухло. Вот. Ну, давайте мы идём с вами из этого старого закоулка. Однако с вкраплениями современности идём вдоль римской стены сейчас. Если вы первый раз смотрите мой канал, я напомню, что Барселона начала свою историю очень-очень давно. Это когда-то, до пришествия сюда римлян, был иберийский посёлок Лае на Мунжуике. Мунжуик – это гора, которую видно с пляжей, с любого места Барселоны. Вот. Пришли римляне и построили на том месте, где сейчас площадь Сан-Харме, свою крепость. А потом она расширялась, стены укрепления появлялись, всё новые и новые. Вот типичная римская кладка. И город разрастался. Ну, конечно, вот сейчас, где мы с вами идём, это уже была окраина города в римскую эпоху. И за этой окраиной уже селились люди, которые не считались жителями Барселоны, а если вот по-нашему говорить, слободскими жителями, если помнить старинных русских городах, те люди, которые селились за пределами стен крепостных, селились на Слободе, на Слободе, на Слободе называли, на Слободе. Вот и назывались эти места. Такая-то Слобода, другая Слобода. Но обязательства были это и у европейских городов, и любых других. Если вдруг наступает какая-то опасность, обязательно городские ворота открывались, и жители Слободские должны были зайти внутрь крепости с тем, чтобы вместе с жителями самого города обороняться уже от врага. Потому что враги, в первую очередь, когда наступали на любую крепость мира, они сжигали поселения, которые находились вокруг, с тем, чтобы лишить город поставок продовольствия и принудить как можно быстрее жителей сдаться. И Слободские дома занимались захватчиками для того, чтобы обстреливать город, который собираются взять из пушек и, в общем, производить другие военные действия. Вот эта часть Римской стены. Здесь, в Барселоне, не так уж много таких римских построек сохранилось. По сравнению с Тарагоной, например, которая была в римскую эпоху столицей Испании. Провинция Римская Испания была столицей в городе Тарагоне. Ну вот, там по сей день сохранилось больше римского наследия. Но здесь тоже есть впоследствии, когда уже наступило Средневековье, стены надстраивались и обзавелись башнями. Башни были и в римскую эпоху, конечно, но надстраивали и перестраивали их уже в Средневековье. И вон там виднеется за стенами Королевский дворец. А кто-то скажет, кто интересуется историей. Ну, в Барселоне-то были не короли, а графы. Всё так. Но короли сюда тоже приезжали в разное время, когда Каталония входила в состав, допустим, Королевства Арагонского. Иногда входила в состав французских каких-либо королевств. Франция тоже была долгое время раздробленным государством. И даже после объединения многие его части сохраняли свою независимость или полу-независимость. Здесь, видите, много ремонтных работ сейчас производится. Но мы с вами ещё раз подойдём вот к этому мужчине на коне. Это граф Рамон Берингер. Удостоился он памятника. Вот здесь на улице Виала и Тана. Римский путь. Или римская дорога, которая сейчас на ремонте. Так вот, удостоился он памятника, потому что был в своё время объединителем каталонских земель. И как раз его правление Каталония была, хотя не долгое время, но независимой. Вот таким образом складывалась история Барселоны в те далёкие времена, от чего вот сейчас мы видим, осталось наследство в виде римской стены Мурая Романа. Римская стена. Но сейчас немножко ещё пройдёмся. Потом же я пойду по тому делу, по которому пришла, приехала на метро сюда. И отдельное видео будет на те темы. Вот интересно, что здесь... Вот, сейчас я встану так, чтобы хорошо был ракурс. Вот здесь расположена дверь, которую иногда открывают, и через неё можно зайти, можно сказать, внутрь стен, а точнее попасть в Краеведческий музей Барселоны. Ну, вход, конечно, туда не отсюда, а просто тут есть такой вариант, можно отсюда попасть. То есть я один раз сюда так попадала. Вот. А на самом деле вход находится с другой стороны вот этих стен, и в прямом смысле посетители погружаются вглубь веков, потому что там есть лифт, на котором есть обратный отсчёт, ведущий вниз к раскопкам римского, именно города, римского поселения. Там наверху уже выше залы, посвящённые средневековой истории и началу нового времени. Так что, если вы будете в Барселоне, рекомендую вам этот музей посетить. Это очень интересно. А особенно будет интересно, если вы историей интересуетесь. Так что, даже если вы не особо себя причисляете к любителям истории, вам всё равно будет интересно. А особенно, если причисляете. Вот этот свечной магазин находится здесь с самых, что ни на есть давних времён. И владеет им семейство, которое из поколения в поколение, вот передаёт эту собственность. И свечи здесь самые разнообразные, фигурные или более обыкновенные. На заказ они делают. И, соответственно, люди покупают то, что им требуется. Это не реклама, это просто я показываю то, что вижу вокруг. Что с этим. Абсолютно. Так что. И они действительно без刚才. Мы с вами приближаемся к площади Санхаймы. А звучит колокол, созывающий к полуденной службе верующих католиков. И как раз в 12 часов тут состоится мероприятие, о котором речь пойдет в следующем видео. Санхаймы. Санхаймы. На площади Санхаймы очень часто начинаются или наоборот заканчиваются, начавшись где-то в другом месте, различные политические акции, которые проводят выходцы из разных стран, в том числе и местные, испанцы тоже, каталанцы. И в этот раз здесь начнется акция, посвященная началу так называемой СВО 24 февраля 2022 года. Об этом речь в следующем видео.